Приветствую всех юных программистов! Каждый из вас уже сделал свой первый мультфильм и наверняка помнят, что еще мультфильм называют анимацией. Возможно, некоторые из вас задумались, как же свою анимацию сохранить. Сейчас мы ответим на этот вопрос. Для начала разберемся, где и как сохраняется информация. Все вы наверняка рисовали рисунки на разных листах бумаги, когда поступили в школу, начали писать в тетрадях, и, конечно же, все умеют читать книги. Везде на бумаге, в тетрадях, в книгах сохраняется информация в материальном виде. Это материя, которую легко потрогать. Что же происходит с компьютером? На компьютере мы должны тоже сохранять свои результаты и понимать, для чего мы это делаем. Например, анимацию мы можем сохранить для того, чтобы потом показать ее родителям, друзьям, или самим полюбоваться, поиграть, или захотеть что-то изменить, подредактировать. Самое главное, что мы потом, когда сохраним свой результат, сможем это сделать в любое время. Давайте же сохраним наш мультфильм на компьютере. Итак, вот наша анимация. И сейчас мы ее сохраним. Для того, чтобы это сделать, в любой программе, с которой бы вы ни работали, есть специальное меню. Вот оно, как правило, сверху. И в меню всегда есть первый пункт, который называется «Файл». Давайте нажмем на этот пункт меню. Здесь мы видим подпункты. И для того, чтобы сохранить нашу анимацию на нашем компьютере, если мы работаем с сайтом, у нас есть пункт меню «Скачать на свой компьютер». Нажимаем. После этого у нас появляется окно «Сохранение». И здесь мы можем выбрать то место на компьютере, где будем сохранять нашу анимацию. Место на компьютере можно сравнить, например, с вашим рабочим столом или с шкафом, в котором стоят ваши книги, лежат тетрадки. На компьютере мы можем выбрать рабочий стол. И на рабочем столе, чтобы не запутаться, наверняка на рабочем столе уже что-то есть. Видите, у меня много чего есть. Мы создадим специальную папку. Нажмем на кнопочку «Создание папки». После того, как мы на нее нажали, нужно ввести имя папки. Ну, давай напишем «Мои мультфильмы». «Мои мультфильмы». Ввели. Теперь можно либо нажать на клавишу «Энтер», либо нажать на кнопку «Открыть». Ну, как правило, все нажимают на клавишу «Энтер», на клавиатуре компьютера. И теперь можно нажать «Открыть», чтобы войти в папку. Здесь мы ее только что создали, ничего нет. И нам нужно ввести имя файла. Имена файлов «Скрэч» лучше сделать таким образом, чтобы после имени была написана точка «СБ2». Мы потом увидим, с чем это связано. А вот это вот странное слово, «Untitled» по-английски, мы заменим на то название нашего мультфильма, которое хотим ему дать. Ну, я сделаю просто, введу цифру 1, потому что это первый мультфильм простой, первая анимация. И нажимаю на кнопку «Сохранить». Или тоже можно нажать на клавишу «Энтер», если это удобнее. Теперь наша анимация сохранена в файле с именем 1. Вот это имя, оно появляется еще вот здесь. Вообще-то можно было сразу это имя ввести сюда, а потом нажать на файл, скачать на свой компьютер, и уже имя у нас, смотрите, введено. Мы можем еще раз нажать «Сохранить». Например, мы что-то сделали новое в мультфильмах, к примеру, я тут что-то поменяла, и опять хочу сохранить. Нажимаем «Файл скачать на свой компьютер», имя оставляем тем же, «Сохранить», и еще раз мы должны подтвердить, что мы сохранить хотим этот же файл с этим же именем. Нажимаем «Да». Или мы можем, например, что-то такое сделать, чтобы это был наш второй мультфильм, тогда мы можем изменить его имя, нажать, например, «2». Еще раз выбираем файл «Скачать на свой компьютер», и здесь под именем «2» мы нажимаем «Сохранить». И у нас сейчас будет уже два файла. Я уже много раз произносила загадочное для многих слово «файл». Давайте разберемся, что это такое, чтобы потом не было у нас никаких сложностей с этим. Что же такое файл? На компьютере вся информация тоже сохраняется, мы это знаем. Она сохраняется в файлах и папках. Папки нужны для того, чтобы просто было удобнее ориентироваться во множестве той информации, которая на компьютере хранится. И, возможно, вы уже увидели на рабочем столе много разных иконок. Еще их называют ярлыками. С помощью этих иконок мы получаем доступ к файлам. И теперь, когда мы сохранили нашу анимацию, в папке «Мои мультфильмы» я ее вам покажу, появились вот такие вот иконки с изображением кота. Самое важное, что мы должны сейчас запомнить, что в файле хранится информация на компьютере, и у каждого файла есть свое место на диске и обязательно имя, потому что может быть очень много разных файлов, и у каждого файла должно быть свое имя, так же, как у каждого человека тоже есть свое имя. Ну и в завершение давай посмотрим, как сохранилась наша анимация на компьютере в папке, как это выглядит. Я перешла на рабочий стол. Специально для записи сделала так, чтобы здесь не было лишних иконок, а осталась только иконка той папки, которую мы создали. Вот она называется «Мои мультфильмы». И выглядит как папка с листами бумаги. Точно так же, как в жизни. Давай войдем в эту папку. Чтобы это сделать, можно кликнуть по ней двойным щелчком или нажать клавишу «Enter». У нас открывается уже похожее окно. Мы его почти что видели. И здесь наших два файла. Вот они, маленькие иконочки кота. Сейчас я попробую сделать так, чтобы у нас были большие значки. Вот они, коты. Первая анимация, вторая анимация. Два файла мы сохранили. Итак, теперь ты знаешь, как сохранить свою анимацию в файл. Для этого, вспомним, нам необходимо выбрать пункт меню «Файл», скачать на свой компьютер, если мы работаем на сайте. Итак, ты можешь теперь сохранить любую свою анимацию, а потом создать новую. Как это сделать, я расскажу в следующем видео. А сейчас желаю тебе успехов!